МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Стой краеведческой, историкой краеведческой". У нас одна учительница, Яросенко Мария Александровна, которая непосредственно занималась этим вопросом, она придумала лозунг. Прежде чем поздать Америку, познай свою малую родину. Детям интересуется, детям нравится эта работа. И они отлично участвуют. Мы их не заставляем силой. Наоборот, они сами желают. Пунктом прибытия стала миновита школа. Подорожников сустрели великодными яйками и кулючами. Тут же для их пройшел святочный концерт. Убачить все это на свои очи и зафиксовать. Сюда проехали историки с Гомеля. По их меркованне, при адраджеме старода у них традиции, головная, это наявность рода удельников, як старожила у везки, так и молодого поколения. На углу навуковцы доследовали Амалю Сюгомельщину. И в разных ее районах зафиксовали подобный абрат. Есть на вот фотосдымок 1960 года звездки Марковича, где видать, что женщины еще вводят в Сулу. У Марковича все доброе, потому что некоторые везки, мы, на жаль, фиксуем, есть носьбитые традиции, а нема переемников. Тут активизовалась школа с детками, молодцы, самые разные взрослые. И им пожадать, конечно, более працевать с самими бабулями, женщинами, информаторами. Один из аналогов марковичского абрата – это ветковский абрат под названием «Пахавание стралы». Дарачу, у некоторых словников Сулапера кладается миновета, як страла. Однако, калеветковская традиция уваходзецю спис историко-культурной спадшины Беларуси, то марковицкая пакульне. Их это падает одно из головных жаданев старожилов этой везки, якое молодое поколение Махчыма допоможе ему в особице уже в наступном годе. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, телерадио «Кампания Гомель». Отборочный этап конкурсу «Юная телезорка» подыходит до своего завершения. Чарговый кастинг отбылся в центральном районе областного центра. Александр Гамоля сачил за тем, як проходила боротьба по меж удельниками за право стать переможцем и простил по финал конкурсу. Кастинг у центральном районе Гомеля отримался насыщенным, яскравым и видовищным представлением. Некольких годин мероприемства пролетели непрекметно. Выступления детей были неполторными и текавыми. Каждый с долей продемонстрировать максимум своих творческих талентов. А кроме того, что удельники спевали, играли на музычных инструментах и танцевали, их промоуницкие сдольности были на высшейшем узровне. Минавито по этим критериям основным и оценивали конкурсантов журы. Я бы хотела, чтобы создать такую передачу, чтобы дети дошкольного возраста пели, показывали свои таланты. Они такие маленькие и такие красивые. Телеведущий должен хорошо подавать голосом, то, что он говорит, он должен смешно шутить. Это очень нравится. Тот вид искусства, которым ты увлекаешься, как называется? Битбокс. Можешь прямо сейчас в этот микрофон? Да. Пять секунд. За полторы месяца кастинги отбылись во всех районах Гомельской области и в четырех районах областного центра. Каля 500 детей приняли у конкурса «Удел». У центров творческих детей и молодей до отборочных этапов рыхтовались особливо, во подобных мероприемствах ранее не было Николи. Я очень давно мечтала стать звездой. И с детства маме дурило голову, что я очень сильно хочу в телевизор, туда хочу. Мама сказала, что пока еще нужно стать хорошим танцором, для того, чтобы добиться чего-то. Скажи, самое главное качество ведущего, на той взгляд? Умение хорошо говорить и не заикаться. То есть не запинаться. Я бы очень хотел рассказывать о знаменитостях и, так сказать, брать интервью у очень знаменитых видеоблогеров и у обычных людей, которые сделали что-то такое, что вдохновило бы меня на то, чтобы я взяла у них интервью. Чекать по финал кастингу состоится уже недолго. Пераможцы отборочного тура уже почали под рыхтовку. Задание неспростое. Конкурсантам треба будзе выходить на сцену группами и укластися о малю пять хвилин выступления. Пераможцов, чекая финалы, шанс стать ведущим дитячей программы на телеканале «Беларусь-Чатыры». Что тащится кастингу в центральном районе Хомеля, то в поравнании с иншими он отримался одним из наибольшь видовищных и динамичных мероприемствов. Мне кажется, это один из самых мощных отборочных этапов конкурса «Юная телезорка». Каждый отделник – это яскравая индивидуальность и невероятный талент. На углу этой кастинга перед опошкой из Усимхудка у мая отбудется поуфинал конкурсу. Александр Гамоль, Аугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Беларусский отделник конкурсу песни «Евробашиня-2016» Александр Иванов разом с командой напереды дни отправился у Стокгольм. Поуфиналы конкурса отбудутся у шведским Стокгольме 10 и 12 мая. Финальный этап – 14 мая этого года. Представник Беларуси Айвен с композицией «Help you fly» выйдет на сцену у другим поуфинале под номером 5. Сегодня на телеканале «Беларусь-Шатыры» глядите выпуск программы «Добрый вешер-Гомель» с уделом Александра Иванова. Где проходило дятинство в спеваках, кто допомогал установлению в экономце и чем ее наберется издевить Европу. Про это не только позе размога о программе «Добрый вешер-Гомель» сегодня в 19.30 на «Беларусь-Шатыры». Усё же тё у одным велосипеде. Такие проекты у Палацево-парковом ансамбле представила компания «Италимания». У основе экспозиции выник 40-годовой працы итальянского коллекционера Мауриция Урбинати. У «Гомель» представили 33 велосипеды из его коллекции, які наглядно демонструють историю одного з найстарейших сродков перемешання. Кожный экспонат является уникальным. Усё атрибуты и аксессуары велосипедов оригинальные. Узрос самого молодого экспоната складает больше за 60 годов. Самый стародавний был створен прыглад на 20 годзі тому. Прошым абсолютно усе велосипеды знаходзіцца ў працоным стані. У свой шас яны служили людзям таких професій, як пожарный, ветеринар, пекар, продавец і многих інших. Географію коллекции углюшаю Італию, Англію і Ауструю. Першым беларускім городом, дзе працтавіли коллекцию, став Мінск. А затем экспозиція праехала у «Гомель». Гэты інші новіны вы можете знайсці на нашым сайці і інтернеці по адресі www.tvrgomel.by На гэтам випуск завершено. У студії працавала Маргарита Шибукова. Всяго доброго і дзе зустрічі у хіре.